Всем привет! Ну что ж, мы наконец-то продолжаем проходить Секира. И в прошлой серии я вас просил написать в комментариях, что вы думаете о том самом странном гиганте, который у нас перенес в дворец первоисточника. И хочу передать большое спасибо Хаку и Михаилу. И на самом деле, мне бы и самому надо было об этом догадаться, ведь этот гигант сделан из веревки Шиминава, о которой я уже, кстати, рассказывал в предыдущих сериях. Мы видели эту веревку, которая была окутана вокруг дерева. Так вот, эта веревка плетется из рисовой соломки. В религии синта ее используют для обозначения священных мест, а также используют для ограждения от злых духов. А также ей обвязывают различные деревья, камни, в которых, как предполагает религия синта, могут вселяться божества. И об этом я, кстати, тоже уже упоминал ранее. А в самой игре этот гигант, сделанный из веревки Шиминава, символизирует некую преграду между местом, где живут обычные смертные, и дворцом первоисточника, который, в свою очередь, является вратами в божественное царство. Таким образом, гигант из веревки как бы охраняет доступ в божественное царство и сам переносит сюда тех, кто достоин сюда попасть. Ну, ладно, хватит уже об этом гиганте. Давайте посмотрим, что у нас есть интересного потратить. У меня практически накопилось 4 очка навыков. Пока что ничего не будем тратить. И давайте зайдем в эту часть дворца. И эта часть дворца очень опасна. Здесь находится огромное количество вельмож, которые так и норовят вытянуть из нас всю жизненную силу. Там находится еще один, но пока что его не достать. И здесь у нас находится бабуля, не нужно ее бить. Она безвредна. При том же она все еще сохранила человеческий облик. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Двор желательно бы обойти вокруг Так как здесь, как я уже говорил, очень большое количество льмуш, которые так и норовят высосать из нас всю жизненную силу И взамен на полезную информацию она просит нас помочь освободить ее отца от чар некого великого карпа Ну а о карпах мы еще поговорим позже И ее отец кормит без конца некого великого карпа Так, и меня кто-то тут же ввалил, что-то непонятно с той стороны Вообще здесь очень полезен будет леденец Гатиина, либо благословение Гатиина Так нас точно никто не заметит Эти вельможи очень зоркие Вкус Ну вкус нам не поможет здесь Выносим всех вельмож Леденец Ака Врата заперты Туда не пройти Мы уже накопили четвертый уровень Этого воина мы пока трогать не будем Дело в том, что если вы начнете с ним сражаться То этот вельможа обязательно вас прибьет Они достаточно просто парируются Не думаю, что у вас могут возникнуть с ними какие-то проблемы Кстати, печень угря Как я уже читал, это чудесное средство от молний Возложенное на алтарь клана Асина Значительно снижает урон от удара молний И статуса шок Молния гнев божественных драконов Угри, хоть и малы Приходится им родственниками Даже божественный днев возможно подавить Хотя, скорее всего, и ненадолго По поводу молний и клана Аками Мы еще поговорим Кто сказал мяу? Да, здесь у нас за стеной находится бык Такого мы уже убивали Только немножко в другом виде И вот так у меня закончилось благословение Давайте еще немножко потратим эмблем духов По идее, можно еще было использовать клинок Чтобы слишком не тратить много эмблем духов Да, это снимет немножко жизни Но ничего страшного в этом нет Всегда можно выпить Здесь лучше Забраться наверх И устроить засаду Тут у нас патруль Вельможа И, похоже, двое его телохранителей Выносим сначала Одного телохранителя Вельможу, конечно же Здесь уже Остается дело тех Камера, конечно В узких коридорах Таких игрок всегда ведет себя неадекватно И секира здесь не исключение К сожалению Так, здесь также можно зайти сзади Еще к одному вельможе Используем доля словения Так, ширма Здесь у нас кусок трупного жировозка Очень полезный ингредиент для апгрейдов Доигрался Сейчас какой-то предмет Божественная конфетти Достаточно полезный предмет Ну и давайте уже зачистим этот двор до конца Здесь еще Трое вельмож На самом деле их здесь даже больше Один сидит там Причем это крутой вельможа В фиолетовом халате На самом деле Фиолетовый это и есть Можно сказать вельможа Все остальные это так Его прихвостные На самом деле Фиолетовый халат Это и есть Можно сказать Настоящие вельможи А синие это так Прихвостные Так, этот парень непростой У него копье Делать такую закрутку Можно в этот момент Просто прыгать ему на голову Различные источники пишут Что у воинов Аками И у жителей Опустившейся долины Есть много чего общего Жители опустившей долины Это те самые дамы Которые ходят В таких повязках На лицах То есть их лица Похоже тоже обезображены Только здесь Воины Аками носят маски Так вот Возникает вопрос Каким образом Войны Аками Вдруг очутились В опустившейся долине И на этот счет Есть некая спекуляция Что Войны Аками Некогда пытались Напасть На земли Асина Используя их силу молний Но судя по всему Их Атака провалилась И те кто Выжили при вторжении Теперь Не могут обратно Вернуться в божественное царство И вынуждены Скитаться В опустившейся долине И возможно Именно после этого Технику Которую используют Силу молний Земля Асина Принято считать Еретичной техникой Который В конечном итоге Все таки Овладел Генетира Ему стало Пофигу На то что Это еретичная техника Ведь для него Важно Чтобы земли Асина Оставились Независимыми И не были Захвачены Министерством Силу Силу Наo Кcap Мой В А по его мнению, когда преследуешь благую цель, то нужно использовать все способы. Здесь я все собрал. Единственное место здесь, которое я еще не сходил, это вот этот пролом. Он может остаться незамеченным, но здесь можно искупаться и пробраться таким образом в секретную комнату. Где лежит очень важный квестовый предмет, а также драгоценная чушуя. Вода дворца. Чаша, заполненная божественной водой. Напиток, популярный у дворцовых вельмож. Когда во дворе с первоисточника прибывает свадебная процессия, ее участникам подносят этот напиток. Нектар, который пьют при дворе. Угощайтесь, пейте сколько душе угодно. И сейчас нам нужно сходить в одно место и вручить этот нектар одному NPC, к которому вы уже наверняка забыли, что такое вообще существует. Ну, для начала давайте активируем идол. Отдохнем. И это место является отличнейшим местом для фарма опыта. Здесь есть идол и также несколько противников, которых легко убить. Давайте я вам продемонстрирую. И буквально за минуту... ...набрать... ...большое количество опыта и сцен. Убиваем сначала этого парня с копьем, потом... ...первую вельможу. И главное, чтобы этот не успел высосать из вас силы. После этого можно опять отдохнуть и повторить все заново. Так пока вы не достигнете желаемого. А тем временем у меня уже накопилось 5 очков навыков. Ну, давайте пока не буду тратить потом. Потом вместе сядем, подумаем, что нам лучше изучить. Здесь у нас божественное конфетти. И с этой стороны у нас прогуливается бык. Но лучше так просто сюда не идти. Но здесь вдруг откуда ни возьмись выпрыгивает великий карп. Вроде его кормят, кормят, а он все еще настолько похоже оголодавший, что решил сожрать последний уцелевший мост в этом дворце. И, судя по всему, вот эта вся разруха, которая здесь происходит, это дело рук этого карпа. Ну, это как бы мое предположение. Ну, не факт, что это, конечно, так. Не знаю. Может быть, здесь тоже какая-то война была когда-то. Сам дворец-то, в принципе, в нормальном состоянии. Центральный дворец, по крайней мере. Итак, давайте сходим в одно место. А именно, давайте сначала вернемся в поместье Хирата. Здесь нам нужен вот этот парень в горшке. Давайте купим у него то, что осталось. Кусок маски. Ну, и божественную траву. Теперь давайте с ним поговорим. Онощий. Вory Субтитры создавал DimaTorzok Он пронюхал, что я бывал в Божественном Царстве И дает нам ценный корм, поистине драгоценный корм Это сразу видно по тому, как он покрыт волосками Вельможа из Херата, живущий в горшке, страстно хочет достичь совершенства Тот, кто обретет чешую карпа, сам станет ближе к совершенству Дарую тебе свое тайное сокровище Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, вельможа Харунага мечтает стать карпом И почему здесь, скажете, вы так сильно все завязано на карпах? Не помню, упоминал ли я ранее, но в Японии карпы кои Коем являются великие карпы и другие мелкие карпы Которые мы здесь лупцуем и забираем у них чешую Кои является искусственно выведенной породой карпа Который, в отличие от обычного серого карпа Имеет яркую и необычную расцветку Эти карпы могут высоко выпрыгивать из воды и плыть против чечения Поэтому эта рыба в Японии олицетворяет упорство и силу В целом символ кои обозначает борьбу, силу воли, преодоление трудностей и достижение целей Поэтому кои воспринимался в Японии как мужской символ В Китае есть легенда, что те рыбы, которые смогут подняться вверх по желтой реке Попадают в царство дракона И в результате своей борьбы за успех карп кои становится драконом Или рыба-драконом Поэтому эту рыбу называют королем всех рыб И она считается символом власти и превосходства Сейчас в Японии карпов кои разводят для содержания в садовых прудах в декоративных целях Карпы кои долгожители и могут прожить 200 с лишним лет Ну вот, теперь становится немножко понятно Из всего прочитанного Почему здесь некоторые так стремятся стать этим карпом И теперь нам нужно в деревню Мибу Здесь у нас все еще пытается напиться Единственный уцелевший глава деревни И как раз ему можно отдать воду из дворца И как раз ему нужно в деревне Саке драконий источник. Такое мы уже находили. Бутылка кристально чистого саке. Саке нужно пить в компании. Происход на саке сваренного мастера Масина на воде из драконьего источника. И он решает выпить, похоже, весь бутыль с залпом. Он говорит, что хочет служить им. Под ними он наверняка подразумевает вельмож из божественного царства. И чтобы посмотреть, чем все это закончится, для этого нам опять нужно сгонять кредового резчика и вернуться к нему обратно. И, как мы видим, он превращается в настоящего вельможу из божественного царства. И какой можно из этого сделать вывод? А вывод можно сделать следующий. Что именно вода из первоисточника является причиной всех этих трансформаций людей. А не проведать ли нам, на всякий случай, Кура? Ничего интересного особо не говорит. Давайте еще заглянем в святилища к нашей дитя. Ну, рис не готов, потому что у меня уже есть рис. По сути, если я найду слезы дракона и дам их выпить, то это, в какой-то степени, позволит вернуть наследие драконов оттуда, откуда она прибыла. Как это работает, мы увидим позже. Теперь давайте вернемся в дворец первоисточника, место для любования цветами. И давайте для начала расправимся с быком. Где наш нож? Готовимся. Чтобы нас никто не заметил. Здесь стоят три часовых. Если сразу пойти валить быка, то эти трое часовых, соответственно, будут вас сверху окучивать по полной программе. На самом деле, в консольной версии можно было этого быка убить очень легко. Но в ПК-версии эта фича не работает. Ну, давайте попробуем. По крайней мере... Упс. По крайней мере, я ее сам сорвал. Ну что? Да, давайте отбежим подальше. Он что, прям решил с ла убежать? Сделаем так, чтобы он нас потерял. Если это вообще возможно. О, кстати, тут еще три предмета лежит. Ну, вот он нас потерял. Вот он, бык. Так, еще немножко сделать себя невидимым. Ничего страшного. Нам понадобятся петарды. И подобраться к нему поближе. И испугать его. До смерти, так сказать. Но, в ПК-версии, поэтому бык просто тупо зависает. По идее, он должен врезаться со всей силой головой в стену и умереть. Ну... И то, можно теперь его разглядеть со всех сторон. Пока вы ему не вставите, он двигаться не будет. Что, чем еще страшен этот бык? У него, кстати, все еще действуют татарды, как и странно. Даже когда вы его парируете, он все равно сносит G. Конечно, не очень приятно. Здесь есть дерево. Можно делать обычный пилот перед ним. Дальше, конечно, бить ему по голове. Это более эффективно. Ну, и, конечно же, парировать. Делать с ним удар головой. Также испугаем петарды. Удар. Он по голове. Лучше вообще централизовку в этом случае иногда убирать. Он мешает. Кто-то без нее тоже херово. Воу-воу-воу-воу. Позашелся. Удара. Оу. Надо было атаковать. Блин. Я очень-то слишком наслаждался. Откопился, несмотря на свою жизнь. В смысле, он, конечно, немало. Куда ты побежал? Оу. Вот он должен был вот так вот врезаться, упасть. И мне достаточно было бы нанести ему смертельный удар. Но в ПК-версии это почему-то не работает. И он дает бусину отчеток и карму зверя. Пассивный на упорщающий максимальный запас игрен духа. Эмблемы духа, воплощение плохой кармы. Они преследуют тех, кто совершил много дурных поступков. Возможно, этот невинный зверь был отягощен человеческой кармой. Если ты синоби, будь готов унаследовать карму убитых тобой. То есть... То есть, получается, интересно. Если я с синоби, я, значит, всю-всю плохую энергетику в себя всасываю. Ну, еще одна даже бутылка у нас осталась в запасе. Так, ну и эту часть локации мы, наконец-то, исследовали. Но это еще далеко не все. По сути, мы только начали исследовать дворец. Но в воду нам пока нырять нельзя. Так, здесь нам опять пригодится благословение Гатина. Так, здесь огромнейшее количество противников. Даже не знаю, нужно ли тут обследовать прямо уж так все. И убивать прямо уж так всех. Потому что это очень муторно и долго, на самом деле. И к тому же не очень безопасно. Ну, ладно, я попробую. Если меня убьют, это вполне вероятно. Я потом большую часть локации просто пробегу. Так как здесь, по сути, сверх чего-то интересного в части предметов-то и нет. Так, у нас впалил тот футболист. Кристиану Роналдо. Или Тидус, как желаете, кто играл в Final Fantasy, тот поймет. Нереально, эти парни с чем-то Тидусом напоминают. Он там тоже, у него был какой-то супер удар. Он там этим, бритцболом, бритцбольным мечом заряжал очень неплохо. Так же, по-моему, электричеством его заряжал. Но это не заряжает. Тут есть другой, который заряжает. Который там на верхотуре стоит дерево. Так. Ну что ж, откуда начать? Глаза разбегаются, откуда начать? Если посмотреть отсюда, то можно увидеть там падагу и некий предмет. А так же разглядеть, что там стоит, что там есть идол и еще один кувшин. Значит, можно туда как-то попасть. Но попасть туда не так-то и просто. Окей. Давайте сначала посмотрим... Ой, зря я на этом сделал. Ну ладно. Надо было сэкономить. Давайте используем технику кухловода, так ли здесь. Нахрена, народ. Пока мы будем разбираться. Так, я не понял. Где мой помощник? Куда-то он вокруг побежал. Он там что, решил с моста сбросить? И реально куда-то убежал. Да. Ссыкло. Что ж, придется в самом итоге решать проблемы. Современно битва через перила. Куда этот черт убежал, я так и не понял. Но я понял лишь одно, что меня закидали только что футбольными мячами. Причем как-то глупо закидали. Давайте я все-таки в какой-то раз в жизни использую шар воскрешения. Нет, немножко шар воскрешения просто быстрее заполняет. Чтобы нам восстановиться, нужно кого-нибудь убить. Там еще двое. Один из них лучник. Лучше сначала лучника убить. Если он не даст это сделать. Сколько я зарезал, сколько я перерезал. Сколько душ я загубил. Сколько кармы я хреновой получил. Так. Кто мне впалил, блин, надо этот использовать, чтобы мне поменьше полили. Реденец. Так, что-то я всю жизнь не сломал. Печень угря. Есть еще собаки. Еще вас тут только не хватало. Собаки здесь тоже в воды отпились. Превратились в головастиков. Можно, конечно, все реки на них покидаться. Хотя, блин, и духа здесь, конечно, на вес золота. Потому что в дальнейшее время отдохнуть мне не получится. Так. И здесь, как вариант, зайти можно сзади опять. Не успел я. Думал, второго захватить. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, парень. Я хотел тебе на голову прыгнуть. Так, вот здесь как-то не очень с тобой прикольно биться, да. На тебе обратно молнии. Я научен технике отражения молнии. Даже вот в таких вот не очень удобных местах. На самом деле мне повезло. Сначала вынесем. Футболисты. Или нет. Так. Там еще и сверху меня могут спалить. Несколько уровневый такой дворец. Так. Ты ничего не видел? Это был меня. Блин, да что ж такое-то. Я его мол увидел. Если убить. Уху. А, да, вот это, кстати. Смертельный удар в воздухе. Если столкнуться с ним определенным... В определенном движении с противником, то можно нанести смертельную технику. Да, я ее изучил. Но, к сожалению, она не всегда срабатывает. Но иногда вот... Видите, даже сработало. То есть, когда появляется вот такой вот красный значок убийства, можно в воздухе нанести смертельный удар. Так как воины Аками очень часто любят прыгать, то, в принципе, оно даже неплохо работает. Это у нас, получается, второй ярус. Выше у нас еще есть третий ярус. Там еще куча народа. Так, попасть туда лучше. Все сломано, переломано. Лучше через низ, конечно, идти. И там дальше можно будет. Подняться наверх вот по этим уступам. Вот этот вариант. Очень быстро добраться до центральных врат дворца. Но, к сожалению, они закрыты. Видите, вот эти вот шары. Это плохой знак. Это значит, что там где-то у нас рядом этот чертов ситимен или шитимен. Шитмен, блин. И этот шитмен меня очень сильно раздражает. Меня почему-то здесь. Он очень неудобен в плане его ликвидации. Чтобы у меня ничего не получилось запарировать. Там еще лучник. Все только бусин. Я как Геральт могу поймать стрелу, твою мать. Здесь у нас какое-то небольшое святилище. Если здесь что-то интересное. Ну, судя по всему, не особо здесь что-то интересное есть. Так, там внизу я уже убил всех, но здесь еще есть народ. Это уже третий этаж. Так, и этот этаж очень полезен тем, что он ведет к нужному нам месту. Ну, здесь дохера народу. И вот этот тренер их, который показывает там что-то своим подчиненным. Судя по его одежде, он уже показывает то, что он какой-то не совсем обычный противник. Поэтому, что это было? А, все, тренировка окончена. Попробуем их обойти. Потом еще кто-то сзади бежит. Приближал. Поэтому давайте захватим тренера. Там два лучника, но они там в принципе... И он дает драконий источник. Похоже, тренер прибухивал по вечерам. Почему этот тренер опять... О, наконец-то. Сейчас замес чувствую будет. Еще и лучник там сзади. Надо лучника убить. Почему-то будет на него мотать. Человеки, прыгайте. Попробуем бацан. Воздухи. Без зрения. Так, тренера убил. Херовый тренер. Ни одного ученика своего не завалил. Да. Вот это падение было не очень хорошим падением. Придется все это дело теперь обходить. Ладно, мы заберем здесь. У корней великого дерева. Несколько предметов можно собрать. В воду пока категорически нельзя падать. Самое важное. Могли бы здесь вот положить в эти гнезда что-нибудь более интересное. Тяжелые кошельки. По сути, не особо и не нужны эти гнезда. Так. И отсюда можно увидеть вот эту вот площадку, на которую не так-то просто попасть, как кажется. Лучше в воду туда не прыгать. Иначе Тидус с блицбольным мечом вас закидает электрическими болтами. А здесь этот чертов шитмен, блин, стоит. Ну, давайте попробуем расправиться с ним, что ли. Хотя, по идее, надо было бы сначала активировать там идолодухов. Так. Теперь надо вспомнить, как туда наверх вернуться. Давайте попробуем так. Нет. Так не получается. Мама дорогая. Значит, придется по низу, наверное, идти. Да. Да. Сюда. Тут еще, по-моему, собаки стоят. В общем, весело. Заодно, может, чем-нибудь еще соберем. Что-то бесполезное. Вот это место. Нужное нам. Тут еще умирился меня там заметить. Ну, зато из плюса эти ребята от меня отстали. И теперь, наверное, оплакивают своего мастера. На этом похер. Они просто стоят, курят. Так, это тоже код, сын. Кого из них взять? Что, телефоны мне всякие звонят, отвлекают? Да иди! Что ж, я так много прыгаю? Похоже, труп пытался восстать. Ну, не получилось. Что-то я не понял. А как это так? А, нет. Типа, наоборот, меня потеряли. Я думал, они у меня увидели. По крайней мере, один потерял, а двое еще на стреме. Бьем. Не того больше захватывать не будем. Девушки, девушки, девушки. Так. Буду еще раз. Это ты как так сделал? Не слишком ли дофига знаков? Что-то он, кажется, застрял. Смотри, фуга. По-моему, тебе выбраться. Из лестничного плена. Вот про это ты видел, я говорил. Что лучше бы его сначала активировать перед тем, как идти сражаться с ситименом. Лучше, конечно, не отдыхать, иначе тут все восстановятся. Ну, если уж совсем туго, то можно и отдохнуть, конечно. Главное убить главу клана Аками Сидзу. Вот он, этот Тидус. Который очень больно бьет шоком. Но убить его, в принципе, не составляет каких-либо проблем. Он дает еще одну бусину отчеток. Скормим его великому карпу. И самое главное, он дает нам возможность теперь плавать в этом резервуаре с водой. Это, можно сказать, обязательная часть программы, так как иначе мы не попадем за те центральные врата. Чтобы в них попасть, нужно тут хитро проплыть. Так, обратно тут вернуться не так тоже просто. По сути, нужно падать вниз, оттуда уже опять подниматься наверх. Ну, нам, в принципе, уже не привыкать. Мы теперь можем плавать. Большой кошелек на ветке. Там вдалеке можно увидеть еще одну бабулю. Вам может показаться, что это одна и та же бабуля, но на самом деле нет. Они очень похожи. А похожи они лишь потому, что это две сестры. У нее другой цвет пояса. У той был красный. Так, у нее даже нет. А когда вы будете ищем по-другому, ну, а у нее ищем по-другому, а у нее, вы можете ищем по-другому. Ах, ищем по-другому, что у меня ищем по-другому, если вы хотите в которой поселился Карл. Ну что ж бабуля, твою просьбу я обязательно выполню, тем более это тоже в моих же интересах, там на крыльмах разрушенного моста тоже что-то лежит, ну в эту часть локации мы пока что попасть так просто не можем, внизу там плавает карп, и здесь есть где развернуться и поплавать, тут очень большое количество разнообразных карпов, как хороших, так и плохих, можно пособирать драгоценную чешую, также здесь можно найти кучу различного хлама, но по сути полезных предметов здесь не так много, Каренкарп от нас убежал, ну ладно, что страшного, не восстанавливается, давайте немножко поплаваем, пособираем, красный сгусток, я не буду здесь обшаривать каждый квадратный метр, потому что это займет огромное количество времени, наверняка что-нибудь пропущу, но поверьте мне, это не такие важные предметы, все важные предметы я все равно так или иначе соберу, мы выплываем практически в самом начале, где карп сломал мост, и давайте для начала сходим в одно место, наплаваться мы еще успеем, так, всех воинов оками, вроде как, уже тут перебил, уже теперь спокойненько тут бегать, раньше я думал, что можно, что к этой падаге, чтобы пробраться, нужно каким-то образом отсюда сверху, либо снизу как-то перепрыгнуть, но нет, все оказалось намного сложнее, так, кстати, что-то лежит, куда будет сходить, там тоже не особо что-то полезное, кто-то мне все впаливает, ну скорее всего это сетимен, там все, труп у нас дергается, всего лишь дрожжа, так, на другой стороне у нас разруха, этот черт, и перед тем, как с ним биться, еще сходим в одно место, как раз на ту сторону, это, можно сказать, самый большой секрет в Секиро, как туда попасть, да, иногда видно, что за эту палку может зацепиться, но это можно увидеть только с определенного ракурса, если вы вот так вот встанете туда, видно, что вот там что-то есть, но если подойти поближе, то уже нифига, то есть, как будто бы ничего и нет, теперь нужно исхитриться, прыгнуть и зацепиться здесь за ветку, здесь у нас несколько ящерок, от которых никакого толку, можно их смело пробегать, навеки они не нужны, ну сколько нам нужно 183 опыта за каждую, да, неудачно я упал, ну ничего страшного, туда можно подняться, ассамблема духа, кстати, там на крыше тоже что-то в гнезде лежит, вот на этой крыше как раз ничего и не лежало, и здесь у нас еще один вельможа, некоторые считают, что это тот же самый вельможа из прошлого, из поместья Хераты, но на самом деле вряд ли, потому что они между собой, так сказать, конфликтуют, и к тому же их зовут по-разному, поэтому, все-таки, наверное, это двое разных вельмож. Так, давайте соберем здесь еще вот этот предмет, просто на конфликте, и больше здесь, в принципе, ничего и нет. вельможа коре-мори, он также продает различные предметы за чешую, самое важное, потому что на нем лежит благословение божественного дракона. Свойство лазурита превосходит человеческое разумение. Такие вещи называют реликвиями божественного дракона. Давайте, конечно же, его купим, и нам не хватает чешуи. Чтобы скупить у него все. Да, что-то закрывает... Чтобы сняться, он как-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok